Куда отправляются животные, отловленные на улицах поселений Сергьево-Пасадского района и что с ними происходит дальше? Комиссия отправилась в приют Юста, который сотрудничает с предпринимателем Юсуф Джоном Шариповым, что выиграл контракт на 3,5 миллиона рублей на отлов, стерилизацию, вакцинацию, возврат. После отлова собак везут за Переславль в деревню Рушиново. Собака сажается на карантин, за ней наблюдает, то есть ее осматривает ветеринарный врач и наблюдает в течение 10 дней, как она себя чувствует, как у нее дела. По истечении этого времени собака вакцинируется. По условиям контракта собака одновременно стерилизует. По словам сотрудника приюта, возить на стерилизацию животных будут аж в электросталь. 171 километр в одну сторону по навигатору, время в пути 2 часа 45 минут. После операции собаки перевозятся обратно в приют. Пока теплых вольеров нет, достраивают медкабинет, где планируют содержать оперированных сук в зимнее время. Животное дальше проходит послеоперационный период, соответственно, затем снимаются швы, ставятся бирки, собака маркируется в ухо и возвращаются в среду обитания, откуда были взяты. Все требования к содержанию животных прописаны в техническом задании. Например, двухразовое кормление. На вольерах должны быть таблички с датой поступления и порядковым номером животного. Должен быть журнал учета вакцинации. Согласно техническому заданию мы проверили с вами совместно приют, записали в акт о наличии карантинной зоны, записали в акте о наличии, как содержатся животные, как они кормятся, сколько животных содержится в каждом боксе. Требует некоторой доработки, предоставление договора именно с ветеринарной клиникой. Они оставили контакты, соответственно, клинике. Мы потребовали документацию, чтобы в клинике была предоставлена. Кормят животных натуралкой. Готовы здесь же, на кухне. Внешне собаки в вольерах не выглядят больными. Это отметила и Светлана Калинина, возглавляющая волонтерское движение потеряшки Сергеев Посад. Она тоже вошла в комиссию. Нас интересует, как быстро будет у нас происходить реагирование по вызывам. Ну, это уже вопрос будущего. Так, животные сытые, накормленные. Животных много. Повторяю, 435 голов. Есть щенки, есть маленькие собачки, есть собачки на доживание. Вот, поэтому, если будем работать, мы будем надеяться, что работать будут добросовестно, что животные будут поступать в приют, происходят все необходимые манипуляции с ними. То есть, это стерилизация в необходимых случаях, кастрация, вакцинация, карантин и обязательно возврат в среду прежнего обитания, туда, откуда животных забирали. То есть, ну, я надеюсь, что все будет замечательно, и что у нас не будет недовольных и возмущенных, что у нас не работает эта программа. Алгоритм действий сегодня такой. Жители оставляют заявку на отлов собак в единой дежурной диспетчерской службе, после чего она попадает в управление сельского хозяйства, которое курирует работу с безнаберными животными. Специалист ставит задачу перед исполнителем. Созваниваемся с каждым жителем, спрашиваем ситуацию, что, как произошло, просто ли видели животных или просто ли видели стаю, которая мимо пробежала. И в последующем уже принимается решение о срочности этой заявки. Если идет заявка на детские площадки и дошкольное учреждение, школьное учреждение, заявка кидается срочно и выезжается в течение трех часов. Действительно, потому что здесь мы немедлим. Ни в коем случае ловцам информация передается молниеносно. Если это просто пробежала стая мимо нашего дома, то, соответственно, в течение двух суток исполнитель должен выполнить эту заявку. С ловцами обязательно выезжает представитель администрации. Ведется фотофиксация отлова собаки и выпуска ее обратно после стерилизации и вакцинации. На каждую собаку должно быть составлено 9 актов. Деньги по контракту предприниматель получит только после того, как документально подтвердит проведенную работу. Оксана Мирошникова, Евгений Шевченко, Тема.